В октябре 1944 года немецкий пилот и специалист по ракетной технике ГАНС ЦИНСЕР, пролетавший на самолете Хенкель-111 над северогерманской провинцией Мекленбург, увидел вдали сильное яркое свечение, озарившее всю атмосферу на несколько секунд. Вот как он описал в своем рапорте по возвращению на базу об этом случае. Из облака, образовавшегося при взрыве, вырвалась отчетливо видимая ударная волна. К тому времени, как она стала видимой, она имела диаметр около 1 км, а цвет облака часто менялся. Со своего наблюдательного самолета я ощущал слабое воздействие в виде легких толчков и рывков. Приблизительно через час я вылетел на Хенкель-111 с аэродрома Людвигс-Луцт и направился в восточное направление. Над тем местом, где произошел взрыв, стояло гриповидное облако с турбулентными вихревыми слоями, без каких-либо видимых связей. Сильное электромагнитное возмущение проявилось в невозможности продолжать радиосвязь. Таким образом, по всем признакам, гитлеровский летчик еще за 8 месяцев до испытания первой американской атомной бомбы в штате Нью-Мексико наблюдал в небе над Северной Германией явные признаки настоящего ядерного взрыва. Если верить современной официальной версии о том, что Германия якобы с треском провалила урановый проект, и создание ядерного заряда так и осталось на бумаге, то что же они там взорвали в небе над Балтикой? Вопрос очень интересный, и ответ до конца мы еще долго не узнаем. Оказывается, ядерная программа Германии и ее результаты до сих пор находятся под грифом «совершенно секретно». Как у нас в России, так и в Америке. И понятно почему. Как России, наследнице Советского Союза, так и союзникам по антигитлеровской коалиции не хочется признаваться в том, что за основу американской, так и советской бомбы взяты немецкие разработки, а точнее настоящее германское ядерное оружие. В этом признаться сложно, да и никому не хочется. Вот идет умышленное умалчивание и явное принижение достижений немецкой науки во времена Второй мировой войны. Слава богу, сегодня информация о ядерной программе Германии уже просачивается маленькими порциями. Информации немного, но то, что уже известно, явно заставляет усомниться в общепринятой информации. Официальная версия истории развития ядерного оружия нужно сильно фильтровать. Там много искажений и откровенного вымысла. Так что же известно на сегодняшний день? Немного истории. В декабре 1938 года немецкие физики Отто Ганн и Фритц Штрассман впервые в мире осуществили искусственное расщепление ядра атома урана. 24 апреля 1939 года высшей военной инстанции Германии поступило письмо за подписью профессора Гамбургского университета Пауля Хартака и его сотрудника доктора Грота, в котором указывалось на принципиальную возможность создания нового вида высокоэффективного взрывчатого вещества. В нем говорилось, что та страна, которая первой сумеет практически овладеть достижениями ядерной физики, приобретет абсолютное превосходство над другими. 26 сентября 1939 года Управление армейских вооружений для рассмотрения вопроса о способах создания ядерного оружия собрало специалистов в области ядерной физики. На совещании было принято решение засекретить все работы, имеющие прямое или косвенное отношение к урановой проблеме и осуществлению программы, получившей название «Урановый проект». Участники совещания посчитали возможным создание ядерного оружия за 9-12 месяцев. Огромные запасы урановой руды в Чешских горах достались Германии после оккупации Чехословакии. А достаточное количество урановой руды высокой частоты позволило приступить к разработке нескольких программ по обогащению урана и созданию урановой и плутоновых бомб. У американцев таких внушительных запасов столь чистой урановой руды не было. Еще в декабре 1944 года руководитель манхэттенского проекта генерал Лесли Грофс был вынужден доложить президенту США Франклиру Рузвельту, что для создания даже маленькой бомбы явно недостаточно имеющейся в наличии обогащенного урана. Для успеха американского ядерного проекта необходимо было иметь не менее 50 кг обогащенного урана. Но по докладу Грофса получалось, что к началу мая 1945 года США будут иметь в лучшем случае не более 15 кг обогащенного урана. К тому же американцы так и не смогли изобрести надежные мгновенные бесконтактные взрыватели для бомб, без которых ничего и не получится. Также в марте 1945 года советская секретная агентура в Америке докладывала в Москву, что несмотря на бесперебойную работу громадного завода, запасы американского урана для создания своей собственной бомбы крайне недостаточны. И о создании американской ядерной бомбы в течение ближайших лет и не идет речи. Но через 5 месяцев, в августе 1945 года, американцами были совершены атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Так откуда взялся такой резкий скачок в развитии ядерной программы Америки? Оказывается, еще в 1944 году военно-разведка США создала специальную миссию «Алсос», которая высадилась в Европе вместе с наступающей армией. Миссией руководили американский полковник и физик Гоудсмит. «Вам предстоит разгадать тайну немецкого исследования урана, тайну, спрятанную где-то в Германии и под черепами ученых Третьего рейха», говорил Гоудсмит на инструктаже разведгруппы «Алсос» накануне высадки американского десанта в Нормандии. Офицеры миссии «Алсос» появлялись в захваченных районах вслед за передовыми американскими частями. И первое, что они делали, набирали воду из всех естественных водоемов в бутылке, тщательно их запечатывали, приклеивали этикетки с точным указанием места, взятия пробы и срочно куда-то отправляли. Воду из водоемов брали для проверки на радиоактивность. По официальной версии, в Германии никогда не было своего ядерного оружия, мол, немцы так и ничего не построили. Но американские офицеры скрупулезно изучают воду вблизи немецких заводов на предмет радиации. Как видите, тут явное противоречие. Значит, американцы знали намного больше, чем рассказали общественности потом, после войны, о немецких проектах. Когда на занятой территории оказывалось какое-нибудь научное учреждение, офицеры АЛСС прежде всего стремились добыть списки его сотрудников. Задачей группы был сбор информации, поиск и захват документов, оборудование, материалов и научного персонала, имеющего отношение к германскому урановому проекту. Американский десант захватил и вывез из Германии урановый реактор в Хайгерлофе. Американцы спешили, так как в Германию уже вошли советские войска и тоже могли заполучить ценные сведения о ядерных разработках. Все, что американские войска не смогли демонтировать и вывезти из Германии, относящейся к ядерной программе, все было уничтожно, чтобы русским ничего не досталось. Когда в Германию вошли советские войска, по сути, ничего ценного они уже не смогли там обнаружить. Вот почему Советскому Союзу ничего не оставалось, как буквально выкрасть секрет ядерной бомбы у Америки. Иначе создание своей собственной бомбы в СССР затянулось бы на десятилетия, если бы не еще дольше. Вот такой круговорот. Американцы позаимствовали немецкие разработки, а Советский Союз американский. То есть, по сути, все те же немецкие. Вот тяна. Нам говорят, что американцы самостоятельно изобрели атомное оружие и сбросили две свои бомбы на Японию в 1945 году. Но оказывается, к 1945 году и намека на создание своей бомбы у Америки еще не было. Иначе для чего Америка и организовала целую секретную организацию и запросила в Европу многочисленных шпионов-диверсантов по поиску, похищению и аресту видов немецких ученых с их документами. Получается, знаменитый американский ядерный Манхэттенский проект – фикция. Ничего в реальности они так и не изобрели к 1945 году. Просто бы не успели, если бы вообще имели хоть малейшее представление о ее создании. Так откуда у США взялись бомбы и технологии? Откуда уран-то взяли за такой короткий срок? И где взяли надежные взрыватели? С Луны, что ли, свалились? Оказывается, все проще. Опять Германия подарила. Сделала царский подарок. Да, вы не ослышались. Да, та самая Германия, которая согласно официальной справке в создании своего ядерного оружия дальше теоретических изысканий и не продвинулась. Официально известно, но крайне мало освещено историками, хотя информация в свободном доступе, что в мае 1945 года немецкая суббарина У-234 под командованием капитана-лейтенанта Йохана Феллера, следуя к японским островам, имела на борту 80 покрытых изнутри золотом цилиндрических контейнеров, содержащих 560 килограмм оксида урана, несколько бочек с тяжелой водой и секретные инфракрасные неконтактные взрыватели, те самые, которые так и не смогли создать американские ученые Манхэттенского проекта. В отсеках лодки находилась бесценная документация по созданию ядерной бомбы, которую немецкая лодка везла в Японию. Этот груз сопровождали изобретатель взрывателей доктор Гейнс Шлике и два японских офицера, полковник ВВС Гензе Сёси и капитан-лейтенант ВМС Хидио Томанаги. 10 мая 1945 года Филлер получил радиосообщение о капитуляции вермахта, а также приказ Дёнице всем подводным лодкам прекратить военные операции и вернуться на свои базы, либо сдаться ближайшим военным кораблям противника. Что он и сделал. Филлер сдался американцам со всем своим бесценным грузом. Выгрузив содержимое лодки, американские власти не поверили своим глазам. Недостающий уран, бесценные секретные взрыватели и уникальная полная документация по созданию бомбы. По некоторым послевоенным источникам на этой немецкой лодке перевозились почти все элементы и компоненты, даже разобранный каркас для нескольких бомб. А через три месяца у Америки неожиданно для всех появилось свое ядерное оружие. Америка сделала фантастический рывок в ядерной программе. Теперь вам понятно, каким образом. Об этом факте американские власти не любят вспоминать. Так зачем немецкая подводная лодка У-234 везла ядерное оружие и документацию в Японию? И почему Америка сбросила бомбы на Японию? Мало кто догадывается, но эти две истории тесно связаны. Во все годы Второй мировой войны Германия и Япония регулярно обменивались друг с другом военными специалистами и технологиями, используя для этого дальнюю авиацию и в основном океанские транспортные подводные лодки. А главное, Германия помогала Японии реализовать японский урановый проект и создать свои ядерные бомбы, снаряды и торпеды для атак по Америке. И Япония успела создать ядерное оружие к концу войны. Пробные испытания были успешно проведены в Корее. А для массового производства не хватало, собственно, урана. Вот зачем Германия с 1944 года посылала к берегам Японии свои подводные лодки с ураном. В Национальном архиве США существует протокол допроса от 31 октября 1946 года бывшего японского инженера-химика Аттагора Нацуми, в военные годы работающего в лаборатории концерна в Канане. На допросе Нацуми рассказал американским следователям, что еще в начале 1945 года он слышал от своего начальника об успешном испытании японской атомной бомбы. Кстати, в Нагасаке находился торпедный и артиллерийский завод, на которых и планировалось в ближайшее время испытать малые ядерные заряды. Видите, как одна немецкая подводная лодка в 1945 году круто изменила расстановку сил в мире и выдвинула Америку на звание первой ядерной державы и поставила мир перед опасностью Третьей мировой войны. Но это уже другая история. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова